Цепь вселенского гнева, алюбарда крови, доспехи, ада, карательные звёзды, гранатовая цепь побед, смерч боли. Всем привет, я Даша, и сегодня я буду рассказывать о целых трёх книгах. Кошмар-кошмар. Первая из них называется «Нью-Йорк» Эдвард Резерфорд, автор. Он славится тем, что он берёт какую-то страну и на примере одной семьи на протяжении множества поколений её показывает, как развивается эта страна. У меня за плечами уже прочитана книга «Лондон», я имею в виду на варианте все прочие книги, и вот я наконец-то знакомилась с книгой «Нью-Йорк». На самом деле, история американского континента меня интересовала никогда. И ни индейцы, ни история индейцев, ни история уже после колонизации, ну, собственно, самих граждан США, Мексики, и что какие-то там ещё страны есть на этом континенте. Всегда только у меня вот история Востока в первую очередь, во вторую история, значит, Европы и России. И на этом всё, ой, как интересно заканчивается. Но мне всегда очень интересуют книги о колонизации, как она происходила. Поэтому, если вы такие знаете, пожалуйста, посоветуйте мне в комментариях, я буду очень признательна. Собственно, ради того, чтобы познакомиться, как происходила колонизация Америки, я и начала читать эту книгу. Там действительно для этого вопроса некоторое внимание, но учитывая, что объём около 1000 страниц, 1300, если быть точной, то по сравнению с этим объёмом надо же было вплоть до наших дней проследить историю США. И по сравнению с этим объёмом, конечно, на вопрос о колонизации было длино относительно маленькое внимание. Тем не менее, весьма любопытно. Я с удовольствием прочитала эту книгу. Она охватывает период с 1664 года и по 2011. Все мы знаем о несчастье, которое случилось в 2011 году. И здесь это событие ему также уделяется некоторое внимание. Всё очень любопытно. Например, я была крайне удивлена, когда узнала, что Нью-Йорк основали голландцы на самом деле. И сначала назывался Нью-Амстердам. Я всегда считала, что англичане, ну типа Йорк, Йорк, это английский город, Нью-Йорк. Ну, с фантазией, как мы видели, не особо богато. А вообще сначала это было Нью-Амстердам. У меня глаза просто были на вылоку. Ну, а то, что Манхэттен, это так и переводится с индийского языка, именно как острых, я в принципе и так знала. Но вот таких вот фактов очень сильно любопытных. Там великое множество. Крайне рекомендую к ознакомлению. Здесь двойное наслаждение для историков, потому что, с одной стороны, уделяется внимание истории Нью-Йорка и немножечко США тоже. А с другой стороны, уделяется внимание генеалогии. Это двойной просто цимус. Единственное, я хочу заметить, если вы заметили за собой, что у нас с вами общие какие-то интересы, вкусы, совпадают мнения, я бы рекомендовала не читать эпилог. Он прекрасен, но если его не читать, книга приобретает немножечко другой эффект на читателя. Если прочитать эпилог, этот эффект исчезает, он сглаживается. А так эпично заканчивается, так шикарно, так многозначно, так символично, пререст просто. Поэтому я вот уже тем людям, которые окружают меня в реальности, и собираются читать эту книгу, я уже посоветовала, что воу-воу-воу, эпилог не читайте. И я советую за так же, теперь и вам. Следующую книгу написал индийц. Я, пожалуйста, позываю вас, никогда не путайте слова индийц и индус. Индус – это поверженец определенной религии. Индийц – это гражданин Индии. Индийц живет только в Индии. Индуса может встретить в любой точке земного шара. Итак, индийц по имени Аравин Адига написал замечательную книгу, называется «Белая тигра». «После Шантарама» – это первая книга об Индии без болливудского глянца. То есть вот здесь нет вот этого вот шика, который можно увидеть в болливудских фильмах. Здесь жизнь, как она, есть без прикрас. Интрига в том, что я, когда начала читать книгу, я была абсолютно поражена. Дело в том, что книга начинается с того, что индийц пишет письмо китайскому премьер-министру. У меня челюсть такая выпала. Нифига себе, думаю, зачем. В общем, книга состоит, собственно, из писем, где этот человек, главный герой, рассказывает о том, как складывается его жизнь. Если вам не нравятся книги в таком вот жанре письменном, не пугайтесь. Ну, она не читается как список писем, она читается скорее как, ну, просто книга написана от первого лица. Это очень интересно и занимательно. И увидеть ее такой, какая она есть, и увидеть ее трущобы, жизнь людей, которые не особо повезло в жизни, и, ну, какие-то особенности. Увидите. Я была очень довольна книгой. И последняя книга, о которой я расскажу вам сегодня, принадлежит первому экстерфенсу Александру Шепсу, и называется она «Избранный небом». Вот так оно выглядит. Она произвела на меня неоднозначное впечатление. С одной стороны, видно, что у человека есть потенциал в писательстве, есть талант, есть способности. Если эти способности развивать, то все у него будет хорошо на этом помощи. Книга писалась на протяжении девяти лет. Начал он ее, находясь в опустном классе, и потом уже девять лет писал. И это очень сильно видно, потому что начало книги, оно такое, графоманское, написано в стиле фаренфика. Такое ощущение, что автор вдохновлялся разными комиксами. В том числе, очень сильно мне напомнило «Люти Икс». И это очень сильно видно. Диалоги неуклюжие немножечко такие, неестественные, наигранные, резкие. И сам стиль такой. Ну, видно, что писал человек, который еще не оточил свое перо. Ну, чем дальше влез, тем все лучше и лучше. И третья часть, а книга состоит из трех частей, написано уже совсем хорошо. Конечно, до уровня Кулина еще далеко, надо работать над этим, но прогресс очевиден. Ой, что вам еще сказать об этой книге? Я насчитала четыре достоинства у нее и пять слабых мест. С тому же я поигралась в редактора. И я особо не придиралась, но нашла девять таких недочетов у него. И, ну, вы знаете, и там ошибки есть. Получается, он что же, просто пришел в редакцию, сказал всем привет, вы знаменитесь, вот это моя рукопись, печатать ей. А, и да. Я считаю, что в редакторе я не нуждаюсь. Ну, потому что, я когда читала, у меня создалось именно такое впечатление, никого не хочу обидеть. Зачем такой? Книга «Избранный небом» называется не просто так. Дело в том, что богами, да-да, вы не ошиблись, множеством, было избрано несколько человек, и им были дарованы способности. Очень мощные, огненные шары пускают перемещение во времени и даже исцеление. И они должны бороться со злом. Вот такая тренингальная история. Вот об этом эта книга, собственно. Перейдем непосредственно давайте, наверное. Вообще, я обычно предпочитаю начинать с минуса, с минуса, чтобы потом плюсами заглушить ощущение недовольства. Но, как показывает практика на моем канале, это не работает. Люди начинают возмущаться, как я смею говорить что-то плохое в любимой книге. Ну, давайте начнем с хорошего. У него шикарные названия. Ну, кто-то может сказать, че еще пафосные, но я вам несколько почитаю. Мне понравились. Цепь вселенского гнева, алюбарда крови, доспехи, ада, карательные звезды, гранатовая цепь побед, смерч, боли и так далее. И вообще, сами фразы у него построены и красиво звучат. Ну, прям эффектно. Вместо иллюстрации в книге есть что-то вроде комиксов, которые помогают человеку легче воспринять происходящее в книге. И, ну, я была вынуждена здесь выработать для себя определенный стиль ознакомления с этими иллюстрациями, то есть иллюстрация находится на одной странице и по соседству текст. Так вот, я сначала прочитывала весь текст, а потом уже обращала внимательно на страницу, потому что мог быть спойлер. Потом маленький, только бонус, я не знаю, можно ли это считать достоинством книги. В книге прописана буква Ё, то есть не просто Ё и дальше уже понимаем по контексту, какая буква Ё из этих двух имеется в виду. А вот именно буква Ё везде прописана, мне всегда это безумно приятно, и я была крайне довольна. А есть стихи, ну, форма заклинания. Теперь, господа Книлоса. Немножечко по лицемерии, я всегда говорила, что мне нам, я на обложке внимания не морщаю, не судите к нему по обложке и так далее, но в этот раз я просто не могу пройти мимо этой обложки, посмотрите. Вы считаете ее хорошей? Я нет. Во-первых, абсолютно зря сюда прилепили портрет автора. Я понимаю, что это нужно для привлечения внимания, все-таки участие в битве Тракса Сенсов, насколько я понимаю, победитель одного из сезонов, но переборчик, потому что он и спереди, и сзади. вы можете припомнить какую-нибудь книгу с красивой ложкой, где на лицевой стороне ее, на передней части, не на заднем, передней, было бы лицо автора. Вот я вот сейчас вот так вот не резко не вспомню. Абсолютно зря, мне кажется, они это сделали. В общем, я считаю, за обложку... Ну ладно, я не буду сильно злой, три с минусом. То есть, это я еще добрая просто. Если бы я была не добрая, объективная, оценка была бы ниже. Далее. Александр Шепс назвал один США, пардон, оговорочка, России. А место действия это США. Все имена, американские, фамилии и так далее. Меня всегда напрягает, я понимаю, что это мои личные проблемы, но тем не менее. Меня всегда напрягает, когда автор русский, а значит, место действия почему-то за границей. Мне непонятно это. Слишком стремительная романтическая линия и она прописана ну очень неуклюже. Было бы умеще, если бы главные герои были подростки, потому что именно в таком стиле написана книга, но они взрослые люди, более того, они уже, скажем так, имеют сексуальных партнеров. Упоминаются слова, слово, которое чрезвычайно грубой форме обозначает именно вот возлежание, скажем так. и даже имеет место быть оргии, но не упоминание, не подробное описание, просто упоминание. То есть, как бы, мне кажется, это лишнее. и моя редактура. Там, например, на соответствии страницы один персонаж хочет переместиться в прошлое, при этом не упоминается, что он переместится и в пространстве, зато упоминается, что он хочет в 1497 год. И вот он оказывается на английском бородзале. Ну, секундочку. Европейцы начали изучать калифорнийские берега только в 16-м веке. Изучать, не селиться там. И поэтому английского базара там вообще, в принципе, не могло быть, но по контексту видно, что он переместился еще в пространстве не только во времени, но в тексте этого не прописано. В 97-й странице появляется человек, который характеризуется как невинная невеста, но при этом прописано, что у нее богатый сексуальный опыт. Немножечко несоответственно. В странице 137 упоминается платье, я цитирую, на манер платье японской императрицы. Ну, начнем с того, что япония церемониальная страна. И в основном императрицы там носят, тем более на официальные длижества, кимоно, если быть точнее, дзюнихи, то... Значит, на странице 138 это особенно забавно. Ощутила острую стрелу ревности, кольнувшую в левый бок. Очень много и не в пятку, а обычные стрелы ревности куда-то, не знаю, в сердце, в солнечное сплетение летят. Почему в левый бок? На странице 141 «Ускорять скорость». Два подряд слова с одним и тем же корнем скор. Или что, это не корень? Далее. В начале абзаца пнув ногой мертвое тело, а уже в следующем абзаце она уже просто раненая. Есть момент, который откровенно нечестен, то есть, ну, именно, я, к сожалению, не могу вам рассказать подробнее, потому что это будет спойлер, но чисто логически это нечестно. Далее. «Я прочитаю рукопись после завтрака». Сказала она, будто боясь, что написано после трапезы исчезнет. Звучит неуклюже ощущение, что вместо слова боясь должно быть надеясь. Если я ошибаюсь, то вторую часть предложения лучше вообще убрать. Ну, еще один примерчик. «Ребята, очнулся, Стэн, убейте меня, я все слышал». Если он слышал, значит, он не был без сознания, значит, слово «очнулся» здесь не совсем подходит. Ну, скорее, можно же написать от друга «за», заговорил, перестал притворяться, ну, что он, без сознания, ну, как-то так. В общем, решать вам, читать, конечно, или нет, но я не знаю, как относиться к этой книге. Она на меня произвела неоднозначное впечатление. В общем, это было все, о чем я хотела вам сегодня рассказать. Надеюсь, вам понравилось. Пока-пока и до скорых книг. Субтитры создавал DimaTorzok